Мы здесь присутствуем уже не первый год, для нас безусловно и внутренние цели меняются год от года. В этом году в первую очередь это нетворкинг, это общение традиционно на этой площадке с представителями экосистемы, бизнес-экосистемы. Для нас, наверное, на каком-то тайме нам очень сильно помогла эта площадка, когда мы только смотрели на сервисное направление и думали, каким образом запускать, как формировать этот сервис. И в этом плане это действительно отличное место, где можно пообщаться напрямую с потребителями и узнать их мнение. Второй год подряд являемся спортивным спонсором, для нас это важно. Нам приятно встречаться с людьми и на льду, и тем более нести этот титул спортивного спонсора, делая определенный вклад в развитие индустрии. Спорт, особенно командный, вот мне, наверное, больше импонируют эти виды спорта. Он, конечно, вырабатывает еще и какие-то, с одной стороны, лидерские качества, с другой стороны, умение работать в команде. Это те, так называемые, сейчас soft skills, которые очень востребованы в любой области. С точки зрения области информационной безопасности я бы вот среди инцидентов выделил WannaCry, да, это достаточно массовая история, которая, как мне кажется, повлияла на индустрию. С точки зрения нормативных актов, ну, наверное, нельзя не сказать о высшем федеральном законе о безопасности критической инфраструктуры. Я бы, наверное, выделил также достаточно активную позицию Банка России, которая за это время, ну, вот если здесь очень много было сделано. Даже не знаю, какие законы проектов имеет смысл выделять, но тот же стандарт, который, относительно недавно, был разработан, это большой шаг вперед. С точки зрения регулирования, я думаю, что все-таки регулирование будет ужесточаться. Мы видим международный тренд, видим, как, собственно, и европейское законодательство, и американское, достаточно активно в последнее время развивается. Это и вопросы, связанные с приваси, в первую очередь, с приватностью данных, и вопросы, связанные с информационной безопасностью, и критическая инфраструктура, которая действительно вызывает, ну, уже озабоченность многих государств, и, соответственно, регуляторик тоже появляется. В этом плане надо констатировать, что, по крайней мере, позиция, ну, регулятор, если мы говорим, о финансовом секторе, достаточно активная. Многие вещи действительно происходят своевременно. Я надеюсь, что вот этот баланс, не зарегулированность с одной стороны, который позволяет индустрии, в том числе, на начальном этапе формировать вектора и где-то правила игры, которые потом закрепляются законодательно. Количество рутинных операций должно сокращаться, и многие компании заинтересованы, особенно на фоне кадрового дефицита, в автоматизации своей деятельности, таким образом тоже решая кадровые проблемы. Информационная безопасность сама по себе становится... С одной стороны, мы должны поддерживать ту динамику, которую навязывает внешняя среда, быстрое принятие решений, быстрое реагирование на изменяющиеся условия, а с другой стороны, там, стоимость человеческого ресурса возрастает, и все это, наверное, придет к тому, что действительно вот технологии, связанные с такой автоматизацией операционной составляющей информационной безопасности, будет, ну, вот, фокусным направлением в ближайшее время. Для меня лично, наверное, запоминаются больше тяжелые, там, где, действительно, мы решаем задачи крупного бизнеса, неся на себе, ну, вот, в том числе, огромную ответственность за качество реализованных проектов. И таких проектов в прошлом году у нас тоже было немало, и, что самое интересное, часть из них как раз были в финансовом секторе, где мы чувствуем себя достаточно уверенно. Это и защита веб-сервисов, высоконагруженных, распределенных, действительно, ну, такое... достаточно сложные проекты технические. Это, если брать другие, там, не финансовые сектора, это работа по созданию систем, направленных на выявление целенаправленных атак, это тоже достаточно всегда нетривиальная задача, особенно в крупных заказчиках, где инфраструктура разветвленная, и надо найти разумный компромисс между уровнем детектирования и стоимостью владения решением. Просто масштаб проектов зачастую определяет их сложность. Субтитры создавал DimaTorzok